Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория, это парфюмерный канал Vita Can Fly, и я вас всех здесь приветствую! Сегодня у нас с вами очень интересная, увлекательная рубрика под названием «Слепые затесты». На этот раз затест мне прислала прекрасная девушка по имени Мария. Мария, спасибо вам еще раз огромное! Ваши ароматы подарили мне новый альфактурный всплеск, новый опыт. Вот, я хочу сказать, что ни один аромат мне не знаком, ну, по крайней мере, я так предполагаю, что у меня нет таких ароматов в коллекции. Плюс ко всему Мария прислала мне невероятные вкусные сладости, конфетки, марципан кедровые с орешками. Это что-то с чем-то, это просто наивысшее блаженство, дети в восторге, я тоже. А чай, который вы мне прислали для иммунитета, спасал меня во время болезни, и это чистая правда. Итак, друзья, я сегодня постараюсь максимально кратенько, объемно и емко описать каждый аромат. Я не буду растягивать на 40-50 минут слепые затесты, я сама не люблю длинные такие затесты смотреть. В общем, буду стараться не затягивать, и я уверена, здесь невероятное количество новых крутых открытий. Если вам такая тема близка и интересна, присоединяйте, давайте вместе изучать и нырять в мир парфюмерии. Приглашаю вас. Мария прислала мне 10 отливантиков, еще крупные отливантики с другими ароматами, о которых я вам буду рассказывать в дальнейших подборочках. И вот здесь в отдельном пакетике ответы, запечатанные, конечно же, я их не смотрела, теряется весь смысл игры. Да мне это и неинтересно совершенно узнавать заранее ответы. Я люблю именно слепые затесты, мне самой безумно интересно играть именно по правилам. Итак, друзья, начинаем! Итак, первый аромат номер один. Я буду ставить номер аромата, и сразу, чтобы поинтересовым было, буду здесь ставить картиночку аромата, о котором я сейчас говорю. То есть, у меня усложняет задача не упасть в грязь лицом. Но я точно не знаю эти ароматы. Итак, аромат номер один. Это очень приятный женственный цветочный цитрусовый припудренный бело-цветочный аромат. Он свежий, он легкий, он даже какой-то воздушный. В начале слышу очень тихие, приятные цитрусы в окружении белых цветов, которые приправили капелькой ягодок. Здесь очень приятная ягодность. Она такая здесь кисло-сладенькая. Из цветов, пожалуй, здесь есть жасмин и, скорее всего, магнолия. Она дает такую какую-то бело-цветочную, зеленую, вуаль. Немножко припудренный аромат. И, скорее всего, спокойная ванильно-древесно-мускусная база. Вот так я его слышу. Необычный, прикольный, на теплое время года самое то. Мне он понравился. Аромат номер один. И сразу же показываю вам ответ, бумажечка, заклеена, все подписано. Все очень аккуратненько, все очень приятно открывать. Мне не терпится узнать, что это за аромат. Я, честно, обычно, когда мне приходят стрипы за тесты, я быстренько все тестирую, в течение недели изучаю, сажусь, снимаю видео. Но здесь я прям хорошенько так задержалась, то я болела, то я уезжала. И тоже здесь есть плюсы, я чуть дольше узнавала ароматы. Это Peace, Love & Juicy Couture. Juicy Couture, я вообще абсолютно незнакома с этими ароматами, с этим брендом. Гиацинт, лист черной сморозины, красное яблоко и лимон. Ага, красный мак. Вообще не слышу мака. Липовый цвет, жимолость, жасми, магнолия. Магнолию я угадала. Мускус, пачули и корень ириса. Ну, некоторые ноты я угадала. Очень круто. Я вообще никогда в жизни ни с одним ароматом данного бренда не знакомилась. Поехали дальше. Аромат номер два. Отливантик номер два. Отливантики тоже подписаны. Все очень здорово. Все легко, удобно, все супер. Ну, аромат номер два, если честно, меня сильно не впечатлил. Это однозначно комбинация роза-мускус. Это звучание уводит меня в сторону Нарцисса Родригес, в сторону длинного кирпичика розового. Но это однозначно не он, потому что данный аромат есть в моей коллекции. Роза очень такая нежненькая, тихая, спокойная. Такая воспитанная роза, я бы сказала. Какие-то очень приглушенные цитрусы. Здесь есть сладость. То ли это пралине, то ли это какой-то белый шоколад или молочный шоколад. Что-то такое есть, немножко такое тягучее. Есть небольшая припудренность, какая-то сладковатая вани и, опять же, деревяшки мускус в базе. Не знаю, что это. Честно, не впечатлил. Наверное, я бы не хотела иметь его в своей коллекции, потому что, ну, у меня есть подобные ароматы. Так, открываем номер два. Пируэт Анжел Шлессер. Я же говорю, я не с этим ароматом не знакома. Никогда вообще не держала их в руках. Так, читаем. Роза, черная смородина, сливы, бергамот. Какао. Какао, может быть, да, давала мне такую сладенькую какую-то, такую шоколадненькую ноточку. Ирис, орхидея, фрейзиа, ланды, жасмин. И база это белый мускус, ваниль, пачули, амбра и кедр. Ну, роза мускус отгадала. И какую-то сладость, да, такую пралинешную. Какао, какао отгадала. Ваниль, ваниль тоже я говорила. Неплохо, неплохо, но не сцепляет. Двигаемся дальше, друзья. Аромат номер три. Друзья, вот тут действительно аромат меня впечатлил. Вообще, это 100% унисекс. Я его вижу и на мужчинах, и на женщинах. На молодых парнях особенно он будет хорошо смотреться. На стильных девчонках, в таком стиле casual. Что-то мне напоминает ветивер молоко от Ex Nio. Напоминает мне аромат Faberlic. Forest, который для мужчин очень интересный. Это однозначно цитрусовый. Это фужерный аромат. Это хвойный, такой травно-еловый аромат. Мускусный. Почули здесь есть. Мышистый. Крутой, такой немножечко брутальный. Вот подобные ароматы всегда настраивают меня на рабочий лад. Они мне помогают собраться в кучку. Сосредоточиться на работе. Никуда не бежать, не отвлекаться, не дергаться. Вот я с такими ароматами всегда очень сосредоточена и четко выполняю свою работу. Люблю такие ароматы. Мне кажется, вот он мне нужен. И я думаю, что на моем старшем сыне, которому 14 лет, он великолепно бы смотрелся. Этот красивый, такой стильный, современный, очень модный фужер. В принципе, что-то подобное в других брендах, марках я слышала. Но вот здесь очень такое какое-то элегантное, утонченное звучание. Мне он очень понравился. Я прям срочно хочу узнать, что это такое. Вот будет прикол, если такой аромат у меня есть. Но нет, 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 вряд ли. Это не ветивер молоко, однозначно. Но они похожи. О-о-о! Это Too Wood Disquard. Это бренд, который я люблю. У меня есть всего лишь один аромат. She Wood, к сожалению, снятость. Итак, читаю пирамиду. Лимон, цитрон, розовый перец. Да, слушайте, я забыла сказать. Я же это слышала, розовый перец. Ну, все уже. Поздняк метаться. Средние ноты. Кедр, ветивер, кипарис, ребристая ель. Да, хвойнички, хвойная смола такая еловая. И базовая нота это Muscus Ambra. Очень крутой современный унисекс. Просто вот, просто вот прям вот 10 баллов. Друзья, я извиняюсь, в течение съемки приходится немножечко отвлекаться. Бегать туда-сюда. И поэтому ракурс камеры меняется время от времени. Надеюсь, это никого не напрягает. Аромат номер 4. Аромат номер 4 очень-очень-очень тихий, спокойный, приземленный, слегка меланхоличный. Он какой-то припыленный. Он обязательно припудренный. Я точно здесь слышу спокойный лист фиалки. Возможно, здесь есть очень тоже тихие, спокойные цитрусы. Цитрусы, такие как сладенький мандарин или апельсин. Что-то вот такое. Много зелени. Много какой-то такой пыли. Воздушной такой ванильной пыли припудренной. Это именно пудровый аромат. Неплохо, неплохо. Возможно, на каждый день при определенном настроении я бы такое хотела на себе носить. В нем нет никакого эффекта вау. Он ничем не взрывает мое воображение, мое обоняние. Он очень тихий. Мне кажется, он многим понравится. Очень женственный. Очень спокойный аромат. И древесно-мускосная база. Вот как-то так я его слышу. Давайте узнаем, что же это за аромат. Так, берем нож. Аромат номер 4. Что же это может быть? Когда я открываю вот эти вот бумажечки, у меня прям, знаете, такое ощущение, как будто я новогодний подарок свой открываю. Ух ты! Это Pop Blue Bell Стелла Маккартни. Не знаю, не знаю, не знаю этот аромат. Повторюсь в очередной раз. Впервые такое слышу. Лист фиалки, лист томата, зеленый мандарин. Да, мандарин я говорила. Колокольчик, фиалка, туберозы и франжепани. Этого я не слышала. Мускус, сандал и кедр. Ну, в принципе, очень даже неплохо. Это прям вот такой вот тихий, успокаивающий аромат. Я бы даже сказала аромат для пижамы. Такой он домашний какой-то, да? Тихий аромат для выходного дня. Очень неплохо. Очень даже очень неплохо. Двигаемся дальше. Аромат номер 5. Аромат номер 5 мне очень сильно понравился, потому что здесь явно ощущаемая сладенькая груша. Скорее всего, даже груша дюшес, такая прям вот мягенькая. И вот ее я раздавливаю, ее сок стекает по моим рукам. Вот такая груша для любителей данного фрукта. Я прям вот рекомендую присмотреться к этому аромату, но я пока не знаю, как он называется. Груша в обрамлении черной смородинки. Парили все это сладенькими цитрусами. Приятно объемные белые цветы. Жасмин, возможно, здесь есть. Заслащивается немножечко. Прикольный аромат. Мне он очень нравится. Такой прям женственный. Он достаточно яркий, громогласный. Очень фруктовый, немножко цитрусовый, цветочный. И древесно-мускусная база ваниль. Ваниль, возможно, здесь еще есть. Аромат номер пять. Аромат номер пять. Открываем бумажечку. Он прям груша такая прям хорошая. Ни химическая, никакая не приторная, ничего. Ага, вот она, груша, груша, груша. Это Эммануэль Унгаро Аперишн Голд. Я вообще незнакома тоже ни с одним ароматом данного бренда. Как я и говорила, все ароматы для меня в новинку. Груша, сорбет, черная смородина, мандарин. Сладкие цитрусы, да. Жасмин, пион. Пион я здесь не ощущаю. Ваниль, пачули, амбра. Ваниль я угадала, пачули, амбра, по-моему, я не называла. Я сказала древесно-мускусно, да. Но мускус здесь тоже, я думаю, что есть. Аромат номер 6. Это, пожалуй, такой самый тяжеленький, самый увесистый аромат из всей подборщики, из 10 ароматов. Это такой восточный восток. Я уверена в том, что это именно восточно-арабский аромат. Возможно, латафа, возможно, фрагранс ворлд. Или, кто там у нас еще есть? То есть, я думаю, что это связка роза плюс уд однозначно. Роза такая болгарская, мясистая, очень громогласная, яркая, такая вот прям вот темно-бордовая, маслянистая. Вот прям масло роза такое ощущаю здесь яркое. Мне кажется, она немножечко скислимкая за счет того, что ее полили цитрусовыми капельками. Да, здесь есть немножко цитрусов. Такой прямо уд-удище, хороший такой прямо ух, ух аромат. Очень мощный, очень стильный, понравится далеко не всем. Но, в принципе, я в холодное время года могу такие ароматы на себе носить при умеренной дозировке. Утверждаю, что это какой-то восточный восток. Открываем. Ну, это очень такой сильный аромат. Я не думаю, что это какой-то люкс, я не думаю, что это ниша. Велвет Эликсир Паскаль Марабита, друзья. У Паскаль Марабита есть такой аромат. Вообще, впервые вижу. Я люблю этот бренд. У меня есть, по-моему, три аромата. Все они мне очень нравятся. Так, читаем пирамиду. Лимон, да, цитрус, я говорила. Ягоды. Сирень. Сирень. Какая сирень, друзья? Я вообще никакой сирени здесь не слышу. Роза, да, роза болгарская, скорее всего. Ут, сандал, пачуля. Ну, такая прям восточная вариация. Очень даже неплохо для любителей вот таких направлений. Круто. Ух, ух, ух. Люблю такой темп, люблю такую скорость. Класс. Такое, знаете, ощущение внутри такого драйва. Такой прям вот хороший заряд. Мне очень нравится играть в слепые затесты, друзья. Я тоже всем вам рекомендую обмениваться ливантиками, пробничками. Это очень круто. Это очень сближает и нас с вами развивает. Следующий аромат очень сильно мне понравился. Я ломаю голову до сих пор, что же он мне так сильно напоминает. Вот аромат номер семь. Однозначно что-то сильно мне напоминает. Что-то очень известное, какую-то известную композицию, которую знает любой парфюриченый человек. Но как-то не складываются у меня пазлы. Видимо, что-то здесь такое есть, какая-то нотка, которая их отличает. И я не могу понять, что же мне так сильно это напоминает. Ну, это очень мягкий, очень бархатный, такой даже вельветовый какой-то аромат, я бы сказала. Это мягкие, приземленные, тихие цитрусы. Они округлены фиалочкой. Все это так хорошо, изящно, ладно. Слушайте, а не балдафрик ли это? Ну, не аналог ли это на балдафрик? Может быть, вот это вот у меня, вот так свербит у меня в голове. Я все ломаю голову, ну что, на что же он похож? Вот, может быть, это балдафрик? Да, это такой лимончик, фиалочка. Мне кажется, здесь есть много древесных аккордов. Однозначно здесь есть кедр, мускус. Очень приятный, тихий, спокойный аромат. Мне он нравится, я люблю подобные направления, ароматы с таким настроением. Давайте узнаем, кто это. Ух ты, это Мил Мил Туист Мил Мил. Даже не тестировала, даже в руках не держала. Даже не знаю вообще, есть такие ароматы в Литуаре или в Золотом Яблоке. Пирамида такая, яблевый цвет, бергамот, красные ягодки. Красных ягодок, кстати, я не слышала. Мускус, фиалка, кедр, амбра и бобы тонка. Вот так вот аромат выглядит. Ну, это, конечно, это очень интересно. Да, скорее всего, все-таки балдафрик. Следующий аромат под номером 8, да, 8, меня удивил. Я предполагаю, что это аромат из 90-х. Он мне очень много что напоминает. И я точно уверена в том, что здесь невероятно обширная, огромная пирамида. Вот так вот делали ароматы в 90-е годы, в 2000-е. Примерно так они звучали. Их пирамида была огромная, объёмная, шикарная, богатая. Не знаю, там столько нот заключалось, там было столько всего намешано. И при этом это настолько гармонично, красиво звучало. Аромат объёмный, цветочный, припылённый, фруктовый, ягодный, травный. Я здесь слышу абсолютно все цветы вместе взятые. И белые цветы, и жёлтые цветы, и какая даже есть припылённо-цветочная медовость. Всё это округляется, всё это ванильно. И какой-то сухотравий здесь есть. И вобытонка, и сандалы, и пачули, и амбро, и мускус. Вот всё-всё-всё-всё здесь намешано. Но я однозначно не знаю название этого аромата. Мне он понравился. Если он доступен по цене, если это неснятость, то я бы хотела иметь его в своей коллекции. И давайте же узнаем, что это за аромат, который мне так сильно понравился. Аромат номер 8. Ух ты! Это Десну, да? Эммануэль Унгаро. Аромат 2001 года. Это кардамон, белый персик, перец. О, ну, в общем, пирамида здесь огромная. Я на экране вам её покажу. Вот так вылет в лакончик. Классный аромат. Очень цветочный, мягкий, обширный, объёмный. Я такой люблю. Вот такие ароматы я люблю носить именно весной. Причём и прохладной весной, и тёплой. Аромат номер 9 мне тоже очень сильно понравился. Да что ж такое, почти что каждый аромат я хочу иметь в своей коллекции. Это очень красиво. Вы знаете, мне кажется, там должен быть какой-то кругленький, такой пузатенький флакончик, обязательно красного цвета. Почему? Потому что я здесь слышу много каких-то красных лепестков, и роза, и какие-то другие летние красивые бархатные цветы. Интересный аромат. Здесь такие кисло-сладко-терпкие цитрусы, посыпанные перчиком. Много-много-много разных цитрусов. И розу я здесь слышу, и другие белые цветы. Мне кажется, здесь есть жасмин. Это слегка припудренный аромат, и древесно-мускусная база. Ну, пожалуй, всё. Он какой-то и прохладный, он какой-то и фруктовый, и немножко экзотический, и тропический, и терпковатый. Ну, в общем, одним словом, интересный, интересный аромат на тёплое время года. Вообще, кстати, мне кажется, Мария специально такую подборочку создала. Именно на тёплое время года, на весну и лето. И это очень здорово. Такая прям даже тематическая подборка получается. Все эти ароматы я спокойно могу носить именно весной, летом. Это Missoni, друзья. Missoni, туалетная вода. А у меня же есть Missoni парфюм 2015 года. Но они совершенно разные. Вот такой красивый флакончик. Но я бы сделала его красным. Я думаю, что с красным цветом он больше ассоциируется. А в единой линии красный апельсин. Красный апельсин! Груша. Кстати, грушу не уловила. Розовый перец, я говорила. Пион, розовая вода, фрезия, гелиотроп. Да, такой немножко припудренный аромат. Слегка. Мускус, белый кетер и древеская нота. Да-да-да. В принципе, это не супер что-то такое, да, инновационное. Но это очень красиво, относительно. Мне бы такое хотелось иметь у себя в коллекции. Ну и десятый аромат, заключительный, завершающий. Тоже очень красивый. Но здесь феерия белых цветов. Кстати, немножечко у меня бокорит почему-то. Возможно, здесь какие-то такие же специи. Не знаю. Их какая-то такая бокорина, небольшая ноточка. Но она быстро уходит. В основном я слышу здесь всевозможные белые цветы. Скорее всего, это жасмин, так громогласно здесь звучит. Очень теплый, очень красивый, женственный. Такой прямо тоже мощный, напористый, настырный аромат. Тепленький. А образ здесь, скорее всего, есть. Мне кажется, все это еще полили соком красной смородинки. Что-то вот такое. Очень даже неплохо, необычно. Но мне кажется, здесь нужно обязательно учитывать дозировку, потому что аромат достаточно яркий, яркий. Можно, мне кажется, им задушить окружающих. Аромат номер 10. Скрываем. Аромат номер 10. Это Унгаро. Унгаро. Еще один аромат Унгаро. По-моему, это второй по счету в этой подборочке. 2007 года. Эммануэль Унгаро. Красные ягоды. Жасмины, белые цветы. И в базе Амбра и Шафран. А я думаю, не Шафран ли мне Бакарит? Не такой же ли Шафран, как и в Бакаре? Очень интересное совпадение. Ой, слушайте, ну, конечно, замечательная подборка. Мария, спасибо вам огромное. Вы мне подарили частичку счастья, улыбку, радость. Я очень это ценю и благодарю вас. Подборка очень необычная. Все ароматы классные. Два аромата не впечатлили, но остальные восемь я бы очень хотела иметь в своей коллекции. Я предполагаю, что у нас с Марией примерно одинаковые предпочтения в парфюмерии. Друзья, если вы хотите поиграть со мной в такую игру, пишите в Телеграм и на почту в любых моих социальных сетях. Социальных. С удовольствием с вами спишемся, постараемся договориться и организовать подобную игру. Я считаю, что это очень полезный опыт. Спасибо вам огромное за внимание. Ну, я не знаю, тоже, наверное, вам решать, упала ли я сегодня в грязь лицом или нет. Ни один аромат не угадан мною, но мне кажется, нотки, направления, настроения, ну, я постаралась, по крайней мере, угадать, услышать, узнать, вычернить из звучания. Надеюсь, у меня что-то, да, получилось. Решать только вам. Спасибо большое за внимание. Всех обнимаю. До скорых встреч в новых парфюмерных видео. Пока-пока.